Бюджет опять замыкается исключительно на нефтегазовые доходы, и начинается он с них, и заканчивается он ими. То есть реальный сектор экономики никак не поднимается, не развивается. Мало того, на экономику все бюджетные ассигнования снижаются, увеличиваются налоги на экономику, и поэтому инвестиции сокращаются, поэтому нет никаких оснований даже думать о той запланированной цифре в 1,2%, которые якобы дадут подняться нашей экономике. 1,2% мы не получим, потому что в бюджете помощь экономике не заложена. И даже снижение, то что сегодня есть это плохо, и рост экономики ожидается 0,5%, на следующий год 1,2% мы не получим, потому что мы даем еще меньше экономике. А с учетом того, что на биржах падают ставки, идет отток капитала, частные инвестиции и собственный капитал вливаться в наше предприятие не будет, государственной помощи не будет, значит экономика будет рушиться. Если она сегодня в стагнации, то даже уже Аган Бегян говорит, что она попадет в рецессию. Ну, рецессия, в принципе, во внутреннем валовом продукте нет, только за счет нефтегазовых доходов. А если взять реальный сектор экономики, то там уже вовсю идет снижение объемов производства. Бюджет составлен с тем расчетом, как будто в стране ничего не произошло, никаких санкций нет, все великолепно, все прекрасно. Как он, этот бюджет, в прошлый раз составлялся, в прошлом году, так он и в этом году сформирован, на тех же принципах, на тех же, собственно говоря, убийственных изъятиях из всех статей бюджетной классификации, какие были в прошлый раз. Меня просто удивляет, что страна на грани катастрофы, но никакой катастрофы в бюджете нет. Все режется, кромсается, социальная сфера убивается. Но я не знаю, вот этот бюджет ликвидации страны, он может просто оказаться последним. И, кстати, народ это чувствует. Народ чувствует и говорят, что развал Украины – это репетиция перед развалом Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин